я выбрал те фрагменты музыкальные которых никогда не было в похите потому что все-таки здесь и дель-де-вес основной композитор но есть и гран-пан минкуса и есть и дриго и поэтому мне хотелось найти еще какие-то музыкальные материалы которые бы нам помогли сделать спектакль где будет больше минкуса я взял произведение камарго минкуса я взял произведение леди балета леди генриет и который давно забыть и оттуда за ну потому что это был новый сюжет мы хотим его найти новую музыкальные темы которые бы развили бы этот сюжет и который соответствует сюжету интриги которые есть спектакль катего двигайся да да можно двигаться чуть больше наш спектакль так как это признание в любви времени петипа классическому наследию и может быть эпохи во первых мы соединяем это время так как в 17 веке костюмы были очень некрасивые но по сути в испании но как практически очень трудно было бы сделать что-то чтобы говорила нам о классовости принадлежности чтобы это было здорово синически ярко и красиво поэтому мы по оформлению перенеслись уже ближе к середине 18 века эпоха бои когда есть красивые платья у женщин черный вуале испанские украшения гребни что дает уже совершенно другую красоту и другое какая-то какое-то стилистическое оформление поэтому мы уже здесь не привязываемся ко времени а мы просто берем идею которая нам близка и делаем из этого некий такой уже фьюжи на тему так как спектакль новый и очень важно найти общую стилистику и мне было важно сделать стилизовать свою хореографию под ту старинную хореографию в какой-то степени для меня важно выводить артистов из зоны комфорта если и себя я постоянно ввожу из зоны комфорта если это происходит тогда начинается рост тогда человек начинает развиваться он начинает мыслить по-другому он за себя заставляет ему не хочется ему хочется спокойно выйти сделать привычное одажива которую он всегда делал танцевал а тут почему то приезжают московские специалисты и заставляют делаются даже по-другому ему конечно не комфортно потому что все время так было в этом начинает проявляться внутренний мир артистам начинают как будто начинает бороться начинает перемалывать себя перерабатывать в этом интерес и я понимаю что мне важно сохранить артистов чтобы они это танцевали мне важно чтобы чтобы спектакль был в той форме, в которой мне это необходимо. И поэтому мне необходимо уговаривать Юрия Петровича Бурлаку, чтобы он позволил нам изменить немножко, как бы, несколько подходов, которые зритель не заметит. Но для артиста это будет, по крайней мере, более комфортно, потому что он должен станцевать с такой формой. И сейчас уже, конечно, они согласились, уже понимают, уже эффективно, да, все. Но это вот было очень тяжело, очень непросто. Для меня главный тезис этой постановки – это выход из зоны комфорта. Для всех. Выходя из него, мы делаем что-то нужно.